всем привет наступила осень настоящая желтой листвой с прекрасными денечками похожими на бабье лето упустить такие дни не прогуляться по парку было бы наверно грешно конечно хорошо бы сейчас в лес за грибами но если нет такой возможности можно прогуляться и здесь походить по тропинкам по брусчаточки выложенной вдоль берега реки ветлуги это районный поселок варнавина необъятные дали прекрасная природа тянет сюда зовет мое сердце и скажете вы зачем же ты отсюда уехала если так здесь хорошо и красиво деревенском доме без условий нужны умелые трудолюбивые мужские руки и нужны денежки которые надо где-то заработать чтобы обустраивать свой дом чтобы были в нем дрова чтобы в нем было тепло при некоторых условиях все это становится тяжелее тяжелее и так как я уже на пенсии а заработать у нас негде газа мы никак не дождемся в нашем районном центре до сих пор не газифицирован такой большой и красивый поселок здесь было бы много рабочих мест возможно уже к этому времени если бы был газ потому что кто же будет вкладываться в район серьезно если здесь надо все отапливать дровами допустим те же теплицы или какие-то комплексы где можно было бы выращивать в чистом экологическом районе прекрасных чистых экологически животных все невыгодно ну ладно не будем об этом это болевые точки кому это надо надо просто прогуляться и порадоваться летнему еще такому солнышку которая невзирая ни на что греет светит радует нас вот такая вот выложена брусчаточка прогулочная зона иногда здесь кто-то встречается ходят люди приводят сюда внуков сюда я уже приводила вас но это было давно кто варнавинцы тот может быть и помнит кому интересно это видео наверное тем кто далеко уехал и для кого вот эти места все близки приятных глазу радует сердце тревожит какие-то воспоминания также это видео возможно посмотрят те кто не может выйти из дома кому трудно ходить а посмотреть теперь в телефоне может почти каждый у большинства у нас вот такие вот новые технологии это видимо спуск к ручейку туда я не пошла это очень крутая тропинка вам слышно как шелестят листья под ногами зимой будем вспоминать осенью всегда немного грустно и подводятся какие-то итоги вот как раз сейчас два года как я уехала и год как продала свой дом как купила квартиру себе в городе небольшую но свою квартиру квартиру конечно я купила в ипотеку платить за нее еще долго и долго мне придется работать но пока есть работа и на сегодняшний день все нормально ну какие цветочки остатки уже у меня еще много тем для наших вот таких вот бесед я вам буду что-то рассказывать задавать свои вопросы вы возможно будете делиться своим мнением советовать мне что-то предложения какие-то свои писать в комментариях очень хочется поговорить о плюсах и минусах ипотеки о том как делать ремонт прямо живя в квартире каким образом это сделать лучше стоит ли скорее выплачивать ипотеку или не надо торопиться а лучше жить сегодня и лучше обустроить свой быть сегодня на чем можно сэкономить на чем экономить совершенно не стоит поговорим мы с вами и о таких вещах как минимализм пинтерьере или наоборот полная муправе противоположность когда сохраняется все старинное какие-то вещи дорогие дорогие не в смысле цены а дорогие в смысле памяти кому и чему надо уделять больше времени в жизни об увлечениях различных о том почему мне никогда не бывает скучно как это так какие в таком возрасте могут быть планы и мечты да и много еще разных тем так что приглашаю вас на свой канал если вам это интересно если вам есть что рассказать пишите мне буду очень рада ну а сейчас посмотрите какие тут резные животные этот вот медведь ему кто-то тут пошутил сигаретку вставил улиточка я еще не всю эту прогулочную зону прошла надо же оставить и на следующий раз туда дальше сходим потом она сегодня прогулочка идет к завершению посмотрим еще сейчас как обустраивают парк на площади варнавинской вокруг строится забор и мне вот стало интересно почему у этого забора так это вот еще пока я тут на берегу гуляю посмотрите тут норы нарыли кроты наверно может быть не кроты еще какие-нибудь землеройки в общем если земля уплотнилась всегда найдется кто кто-то прорыхлит земельку для того чтобы растениям корням деревьев легко дышалась а небо то какое чудесное и там немного видно ветлугу а за ветлугой такие дали полные грибов ягод и вот этот забор который делают строят забор красивый очень похож на такой же забор старинный возле красной школы бывшей кирпич правда другой кирпич почему-то с отверстиями и отверстие прямо к верху а дождь туда нальет это же все разрушится или потом чем-то закроют это мы потом посмотрим обязательно с вами еще раз вернемся сюда и посмотрим чем же это закончилось вот просто все интересно мне хотя какое бы мое дело но раз деньги вкладываются такую красоту она должна все-таки долго радовать глаз как вот эти здания им уже третий век идет третий век и всем пока